Приветствую вас, и, пожалуйста, я, значит, соглашусь с коллегой, который считает, что вот то, как называют вас мужчины, вас, это скорее несет такой вот положительный смысл, такой, немножечко юмористический смысл, вот, но, конечно же, очень много упирается в то, как вы воспринимаете данный аспект, то есть если вам неприятно, то вы имеете полное право ему сказать о том, что вам неприятно, что он вас называет так, даже если он ничего плохого в виду не имеет, и чтобы он перестал это делать. Если же вы чувствуете, что вам, значит, или приятно, или все равно, то она, какая разница в какой, какая разница, как это воспринимать, главное, чтобы вам это нравилось. Обычно люди воспринимают все в зависимости от контекста, и каждое слово нужно разбирать именно в контексте, к какому оно было сказано. Ну вот, тот контекст, который вы описали, который вы, можно сказать, привели в тот контекст, он свидетельствует о том, что мужчина ощущает, что он к вам привет сильно достаточно. То есть он чувствует, что у него к вам есть определенный привет. Он чувствует, что, например, вы его, там, привлекаете, скажем, очень сильно, или что он без вас, например, не может, или вот что-то, что-то вот такое. То есть я думаю, я думаю, что это вот именно под таким углом подается вам, то есть под углом именно таким, что вы, значит, для мужчины очень многое, значит. Вот, ну, как вот мне это видится, по крайней мере. И он сам хотел бы, может быть, быть от вас более, например, отдаленным, менее зависимым, но не может. Не может, потому что вы его цепляете. И вот именно в контексте того, что вы его цепляете, я думаю, он и называет вас так. То есть это ни в коем случае не что-то оскорбительное, на мой взгляд. Это ни в коем случае не что-то неуважительное по отношению к вам. На мой взгляд, это такой вот, ну, знаете, такой изощренный, если угодно, изысканный комплимент вам, который мужчина, вот, собственно, делает вам, называя вас так. То есть иногда, ну, некоторые мужчины, некоторые люди используют подобные слова, подобные эпитеты, так сказать, значит, для того, чтобы выразить человеку свою вот симпатию, основаны именно на таком отношении к нему. И я думаю, что воспринимать это нужно то, что мужчина понимает, что вы его слабость, мужчина понимает, что вы для него очень важны, но он не хочет это признавать. То есть признают, но вот так вот, знаете, с элементом принижения. То есть это вот следует расценивать так, что ты мне важна, значит, ты для меня ценна, но я не хочу, чтобы это было так. И принимая этот факт, я принимаю, скрипя сердце, потому что мне не нравится, мне не нравится, что ты для меня так возьмешь. Ну, примерно, примерно, так можно воспринимать то, что он говорит. То есть нету какого-либо, какого-либо агрессивного посыла в том, что, собственно, он вам в данном случае говорит, и нет, и нет агрессивного посыла в том, как он вас называет. Ну, опять же, вот, судя по тому, что вы говорите, судя по тому, что вы пишете, нету какого-то агрессивного посыла у него, на мой взгляд. Вот. Может быть, вы сами видите в этом что-то другое, может быть, вы сами видите в этом что-то иное. Могу допустить подобное. И тогда, естественно, решать вам. Безусловно. Вот. Вот. Но я не увидел что-то такое вот негативное с его стороны по отношению к вам. Если это действительно вот тот самый мужчина, который, о котором вы отвечали уже, и на вопрос, о котором я отвечал, то тогда, если это тот самый мужчина, то, действительно, ситуация такова, что он сам, ну, скорее всего, вот, знаете, не хочет, чтобы вот было так вот, как есть. То есть ему неприятно так, как есть сейчас. То есть, может быть, он и не хотел бы, чтобы вы вообще, вообще, вообще были, 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 были с ним, допустим. Может быть, мужчина вообще, вообще, предпочел бы, чтобы вы, ну, исчезли, например, из его жизни. Но он понимает, что вы ему нужны, что вы ему возьми, и это его удерживает. Другое дело, конечно, другое дело, конечно, в том, ну, совсем другой вопрос, это вопрос такого плана. Ну, в принципе, это уже будет, наверное, своего рода повторением того, что я вам говорил в предыдущем вопросе. Вот. Поэтому я не думаю, что имеет смысл повторять то, что я уже вам говорил в своем предыдущем ответе. Не думаю, что имеет смысл это повторять. Мне бы хотелось просто, чтобы вы не, знаете, не придавали этому, этому такого уж большого значения. Тому, что он вам говорит, тому, как он говорит, и так далее, и так далее. Потому что, все-таки, все-таки, это в большей степени столь положительно, нежно-снежно, чем отрицательно. Вот. На этом все. Надеюсь, помог вам, если какие-то дополнительные вопросы у вас остались. Буду рад помочь. Пишите в личку, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok